Михаил, вы говорите, что деньги приходят тогда, когда думаешь о них. Думаешь, но не сильно. То есть, вы знаете, что если кошку держишь слишком крепко в объятиях, как бы она тебя не любила, она стремится от тебя выпрыгнуть и убежать. Птичку держишь, она стремится уйти. И руль вцепился в руль и прям держишься за него. Он как-то тоже себя неправильно ведет и как-то машина плохо управляется. Значит, все должно быть в меру. И когда вы перекачиваете какую-то область, сферу, например, денежную, вообще избыточным вот этим потенциалом, знаю, знаю, это Вадим сделал, он сейчас будет. Короче, все проще. Слишком вы придаете этому большое значение. Как, например, отношения. Вот когда есть какие-то зависимые отношения, как у Мэтью Перри. Он как бы слишком сильно хочет обладать объектом любви и чтобы его любили. Он так сильно хочет, что это все разрушает. И женщина уходит, и его не любят. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Немножко так надо на расслабончике. Так, немножко с оттяжечкой, с растяжечкой, немножко так левой пяткой, немножко так наотъебись. И тогда будет лучше. Надо расслабиться. В отношениях, в деньгах, да в чем угодно. Не перекачивать избыточным потенциалом значимости это что-либо. Вот. То есть, не душить эту материю. Отношенческую, любовную, финансовую, неважно. Она будет от вас отпрыгивать. Тем больше вы стремитесь. О, я так думаю про деньги. Я это, ну, прям, прям, ну, только деньги. Только деньги, деньги, деньги. Я так хочу денег. И больше смысла ни в чем не вижу. Только бы, вот, были бы деньги, и тогда бы все. И чем больше вы так думаете, и вы накачиваете вниманием вот эту сферу, тем дальше от вас эти деньги отпрыгивают, как эта кошечка, которая не хочет к вам вот в эти удушающие объятия. А вы поманите эту кошечку так, что как бы вам немножко все равно. Ну, как бы, ну да, ну, придешь, не придешь. Все равно придешь. Куда ты денешься? Я твой хозяин. Я тобой управляю. Я тебя и кормлю, и люблю. И только я тебя так глажу за ушком и под шейкой, что ты мурчишь, и тебе хорошо. Ну, не хочешь, не надо. Я почитаю газету, посмотрю телевизор, займусь своими делами, и кошка тогда к вам скорее подберется. Скорее придет, прыгнет на коленки, и заинтересованно будет смотреть, типа, а что происходит, а почему ты меня сам не берешь? А вы так немножко, да, мне не надо. Ну, как бы, как хочешь, так и... И кошка тогда это чувство начинает, наоборот, ластиться, сидеть на коленочках, мурчать ей спокойно, комфортно, и она от вас не убегает, потому что вы ее не берете за шиворот. Дай денег, дай, хочу деньги, только деньги, 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 деньги. И, естественно, убегут от вас деньги. Понимаете, тут мера важна. Думать имеется в виду, вы тропинки технические настроите, чтобы эти муравьи в виде денег к вам по этим тропинкам технически как-то могли зайти, входящий поток. Вот об этом, скорее, я говорю в плане думать. И еще я говорю в плане думать. Это думать то, что эти деньги реально продуцируют. Вот я думаю про свой чубчик на стриме, я думаю про свои очки, про свой образ, или про свое самочувствие, настроение, про то, как я буду, чем вас облучать, заражать, как себя буду чувствовать, проявлять и так далее. И это реально формирует мои деньги. А не сами деньги формируют деньги. Мое самочувствие, самочувствие моей, моей печатной машинки внутри меня в виде моей психической энергии и психического здоровья, самочувствия, гурманства, да, ну вспоминаем, да. Вот это формирует деньги, которые здесь, их надо сконвертировать, да, через вас, облучив вас, кайфануть с вами, провести классный стрим. Вот об этом я думаю, чтобы ко мне пришли деньги, как эта кошечка, которая видит, что хозяин счастливый, что с ним можно погреться, он полюбит, потому что он сам как бы себя любит и хорошо себя чувствует. И мне нужно только лишь, вот я сказал, думать о своем настроении, самочувствии, то, что я вам выдам на стримах, подкастах, вообще не с вами, на терапии и так далее. То есть думать про свою голову, про свои мысли, про свое психоэмоциональное состояние, про свое здоровье и так далее. И наладить технически тропинку, по которым входящий поток этих денег зайдет. Это мои консультации. Это единственный продукт, который на данный момент я продаю. Вот у меня есть скайп, у меня есть консультация, у меня есть там определенная цена. И дальше эта кошечка по этому тоннелю ко мне заходит. Вот эти мои деньги. Которые я привлек не тем, что я сидел и думал до усрачки, как бы мне пойти, я не знаю, что бы сделать, чтобы ко мне пришли там деньги. Да нет, я вообще об этом не думаю. Я думаю, как мне кайфануть с вами. И когда вы это увидите, вы почувствуете, что это ценно для меня, в чем я продукт своего продукта, и что это также будет ценно для вас. Вы ко мне зайдете на короткую бесплатную консультацию, захотите пойти в работу. И глядишь раз, и деньги как-то вот они приходят. То есть, понимаете, надо не про сами деньги думать, а про то, что их продуцирует, печатает буквально из воздуха, их материализует. Вот о чем я говорю, имея в виду думать про деньги. А если вы своими этими размышлениями, крутежными, невротичными, вы их только отталкиваете от себя. Они не хотят к вам идти, потому что они видят, в каком вы состоянии зацикленности на этом, сверхценности этой идеи для вас. Тогда как-то, ну как вот девушка, допустим, вот она видит, что парень, ну он прямо уж вообще, он готов там ноги мыть, воду пить, ходить по песку, по которому ты ходила, и там, и там, ну все, продать душу дьяволу, отдать последнее там. Ну она видит, что это ребенок, зависимый как от мамки, от нее. Она думает, да нахер он мне такой нужен. Мне хочется обычного, который чтит себя, который такой эгоист в меру, потому что это тогда устойчивая позиция для каких-то отношений в будущем, там и для деторождения, и для брака, и так далее. Устойчивый, эгоистичный, и который думает про себя, на себя не забивает ни в коем случае. Я для себя на первом месте. И так далее. И тогда на такого устойчивого, уверенного в себе мужчину женщина смотрит с интересом в любом случае. Она думает, а что это он на меня внимания-то вообще не обращает? Я бы хотел с ним как-то пообщаться. И она сама тогда подает сигнал, типа, а вот, а давай войдем в этот контакт. Вот и деньги ваши также вам говорят, а давай войдем в контакт. А вы так как-то, ну, ну давай. Ну, я же тобой управляю. Я твой хозяин. Ты всего лишь деньги. Ты всего лишь инструмент в моей жизни. Я хозяин. Я распорядитель. И ты будешь меня слушаться. Понимаете? Не показывайте никогда и никому, но это должно быть искренне, сверхзначимость чего бы то ни было в вашей жизни. Именно это у вас и заберут, чтобы устроить проверку на вашу вшивость. И сказать, а, деньги? Хочешь? Хуй тебе. И посмотрим, как ты будешь без денег. Или хочешь отношений, Мэтью Перри? Хуй тебе. Посмотрим, как ты будешь без этих баб, на которых ты молишься. У нас забирают то, чему мы придаем избыточную значимость. А вы скажите, да, нахер, неинтересно. Я и сам чувствую себя прекрасно. Вот философия. На мой субъективный вкус. Так, если есть цель, для чего эти деньги, то они приходят, а так просто нет. Тоже согласен. Сейчас мы развернем эту тему. Да, не про деньги надо думать, а про свои желания. Даже не про желания, а как бы про гомеостаз, да, условно. Про свое самочувствие, про свои ощущения, про свои, вот, ну, желания в плане слышать внутреннего ребенка, баловать себя. Ну, вот, 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 вспоминайте, да. Про себя надо думать. И тогда вы будете реально думать про деньги, потому что деньги находятся...